До начала учебного года меньше двух недель и ремонт в школах в повестке каждого дня. К первому сентября 90 учебных заведений республики с износом более 50% капитально ремонтируются. Меняются кровля, сантехника, внутренняя отделка. Школьники должны вернуться в обновленные классы. Как идут работы, где и почему отстают от графика. И каким образом будет организован учебный процесс, если строители не успеют. Сегодня лично выяснял глава Чувашии Олег Николаев. Наш репортер Татьяна Молокова заглянула в сметы ремонта. Пока стоит жара, нужно успеть завершить уличные работы. Новая кровля, отмостки. В этой школе в Тюрлиме Козловского района капитальный ремонт начался только полтора месяца назад. Завершить надо к 15 октября. 15 октября. По плану. То есть из-за этого мы как бы уже идем на увеличение затрат всего в связи с фасадом. Наняли вышки, автовышки. То есть чтобы оперативно делать фасад не с лесов трубчатых, а с передвижных вышек. В теплую погоду, чтобы поймать и уличная работа хотя бы уйти вниз. Подражание стройматериалов уже общероссийская проблема ремонта не только школ, но и других социальных объектов. Так в некоторых регионах вообще говорят о провале всей программы. В Тюрлиминской школе подрядчик обещает уложиться в отведенный срок, привлекает дополнительные силы за свой счет. И все-таки до завершения ремонта начальные классы на полтора месяца переедут в соседнюю деревню. Старшие в дистанционном формате. Главное, ремонт закончат до заморозков. Когда мы начинали вот в целом такие масштабные ремонтно-строительные работы по 90 объектам образования, конечно же ожидали, что какая-то часть, скорее всего, выбьется из графика. И на сегодняшний день мы видим, что вот единицы школ имеют риски не начать учебный процесс с первого сентября. Но при этом большинство начнут, превразившись и получив новый облик, и соответствующим образом встретить детей с новым содержанием. В райцентре Козловка в средней школе номер 3 тоже стараются не выбиться из графика ремонта. Хотели бы, чтобы в сутках было 48 часов. Так подрядчик смог бы нагнать сроки. В начале лета он отставал на две недели. К концу сезона сроки нагоняет. По договору все работы должны быть закончены 25 августа. Но строители просят еще пять дней. Обещают все завершить к 30-му. Чтобы 1 сентября начался новый учебный год. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика, Козловский район.